Ефим Тищенко учащийся третьего курса колледжа. Он обучается по специальности автоматизация и управление. По словам молодого человека, обучение офлайн имеет больше плюсов, нежели дистанционный формат. Мы сейчас активно изучаем практическую часть, что было бы затруднительно при онлайн формате, считает он. Ефим уверен, что полученные в колледже знания позволят в дальнейшем получить высшее образование, а дальнейшие планы – работа по специальности на заводе. В конце прошлого года мы перешли на онлайн-обучение в связи с пандемией во всем мире. Но в начале третьего курса, то есть этого года, мы вернулись к офлайн-обучению. Я считаю, что это намного лучше, чем онлайн-обучение, так как применяем знания сразу на практике. Сейчас мы учимся производственной практике. Все меры безопасности мы соблюдаем, проходим при входе тоннеля обеззараживающей. И нам проверять температуру, держим дистанцию. Колледж – один из немногих городских среднеспециальных учебных заведений. Работает как в онлайн, так и в офлайн форматах. Дистанционное обучение производится на специальном портале, где ребятами осваиваются теоретические знания и закрепляются практические навыки профессии. Оффлайн занятия по производственному обучению проводятся в специальных лабораториях, в мастерских и полигонах колледжа. Для удобства в стенах колледжа создан центр по обслуживанию студентов и работает уголок электронного правительства. В местном общежитии проживают 35 иногородних. В общей сложности здесь получают знания 1739 учащихся, 173 из которых в традиционном формате. Данные группы у нас по специальностям автоматизации управления и электроснабжения. У них на данный момент проходит производственное обучение. Все санитарные нормы и требования у нас в колледже соблюдены. На сегодня мы можем с гордостью сказать, что сам туннель, который стоит у нас на выходе колледжа, создан руками наших учащихся. На сегодня у нас создано два туннеля. Они разработаны у нас в лабораториях нашего колледжа. В группах насчитывается 25 человек. Расписание у нас создано таким образом, что поделены на две подгруппы группа. 12-13 человек обучаются в две смены. К слову, всего из 72 групп 60 обучаются дистанционно. 7 в традиционном формате, а еще 5 групп находятся на производственной практике на предприятиях города и области. Николай Сырыбов, Армандус Магомбетов, телеканал АкТюбе.